В Израиле во время наводнения спасли 50 туристов из Украины, которые направлялись в Иерусалим. Сейчас они уже в безопасности. Вот что произошло, расскажет Сергей Ослендер. Погода в Израиле сейчас установилась по-настоящему зимняя. Холодно, идут сильные дожди. Во многих местах они привели к серьезным наводнениям. Самым опасным в этом отношении местом считается дорога номер 90, которая идет вдоль Мертвого моря. Группа украинских туристов попала в Израиль в рамках однодневного тура из Египта. Они ехали в Иерусалим как раз по 90-му шоссе, когда их машина попала в ловушку. В районе Эйн-Бакек она оказалась в потоке воды, который перехлестнул трассу. Сразу же по тревоге были подняты чрезвычайные службы и полиция, которые приступили к спасательной операции. Вода все время прибывала и возникла реальная угроза жизни людей. Определили местонахождение автобуса и действительно оказалось, что в этом автобусе находится 50 человек. Все они жители города Одессы, туристы из Украины, которые хотели посетить в этот день Иерусалим, посетить святые места. Естественно, полицейские сразу же приняли необходимые меры. Были проведены необходимые, очень серьезные работы для того, чтобы спасти людей, вывезти их из автобуса. Не дай бог, чтобы кто-то из них не пострадал во время этого очень серьезного наводнения. Туристов доставили в близлежащий поселок, там разместили в торговом центре и обеспечили всем необходимым. Их вещи временно остались в автобусе под охраной. Чуть позже, когда спасательные службы сумели вытащить машину, они получили их обратно. Украинские туристы уже находятся в Египте. Дожди в Израиле продолжаются. Во многих районах есть опасность схода селевых потоков, камнепадов и по-прежнему сильных наводнений. Поэтому туристов, которые передвигаются по стране, особенно самостоятельно в арендованных автомобилях, просят соблюдать предельную осторожность. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.